здравствуйте друзья вы видите как набирается вода в кувшинчик нам говорили зрители что мол вы там едите хорошо а что вы пьете а то у вас нигде фильтров нет вот то что вы видите сейчас набирается водичка через систему которая называется реверсоболосмосис то есть это вода такая можно сказать почти дистиллированная иначе набирается в кувшинчик кувшинчик закрывается крышкой и двигается на обогащение мы пьем эту воду мы вот этой конкретно тоже вы то что я сделаю мы на ней не готовим значит вот вы видите там происходят такие действия здесь внизу стоит ну назовем это моторчик вот там вращается постоянный магнит внутри вот этого кувшина там внутри тоже есть постоянный магнит он там полем его цепляет этот вращается и соответственно там создают всякие дела мы еще от себя положили туда монет в серебряную свет огнем монетки чуть не вижу там где-то даже а вот она вот лежит серебряный американский доллар это мы уже от себя как бы обогащаем воду ионами серебра мы проводили замеры всякие вот эта вода более щелочная чем-то которую мы решили что сын ну вот это так скажи чтобы слушать было всегда можно показать замер но нам нам поверят на слово это не обязательно показывает сам замер все таки у нас сейчас репортаж мы не имели ввиду про воду показать мы имели ввиду показать готовку да да ну давай что это у тебя прибор который показывает наличие всяких солей в воде да ну хорошо значит вода из крана у нас идет после смягчителя воды у нас есть там смягчитель гаража на то что там стоит смягчитель воды все равно мне и соли довольно таки много да и вот этот вот прибор показываешь и солей много после вот этого осмосец она получается практически дистиллированной то есть там все уходит до каких-то я ты имею ввиду вот что я имел ввиду что вода в кувшинчике ощелачивает она не только кислородом обогащается она не знаю на сколько она щелочевается нет конечно она обогащается кальцием потому что вот в этом фильтре стоит кальций из коралловых этих самых обрезать кальций там магнезий магнезий насколько я знаю нет нет ну хорошо пусть будет только кальций я пользовался специальным измерителем щела из щелочности кислотности воды у нас есть полосочки вот и такие на бумажке полоски типа лактусовой бумажки там потом по цвету смотрится так света ты режешь лимон это помидор но я провоцирую нашего зрителя кто-то не знает так что ты режешь лимон помидор то что ты его реально что рассказываю что ты делаешь сегодня купила это самая очень странный продукт окра мы его первый раз используем причем он популярен в стране нет причем и свет не им не пользовались никогда неизвестный продукт написано ценник и написано название окра green окра зеленая окра тут же гугли его да вот выясняйте там что это за продукт это лучок и значит примерно как его готовить ну примерно опять он продается на наших специализированных магазинах типа китайских или повсеместно но еще я решила попробуйте не знаю что полы не на кайна на вкус пробу пера ночи вроде бы эта штука семейства палевых так было написано википедии так на русском языке нет было написано на английском языке семейство палевых она хоть на русском так вот оно такое азиатское растение там где-то на средне азии растет тропическое японская китайская поэтому в россии то его не так много ну сейчас если что-то где-то растет то оно всюду есть да ну в общем на всяком случае да было написано что оно хорошо там его жарить да с луком с чесноком со всем делами помидорчиком и с уксусом а ты хотел его еще мне кажется замариновать там было написано что оно хорошо маринуется поэтому вот это у меня рассол вот этого вот моего этого самого это ферментация это не рассол это ферментированный рассол квасится да и там у меня вот лежат уже роски сои вот они уже давно лежат они уже съедобно показать как происходит ферментация вот кинул у тебя есть просто пакетики а света покупает этот рассол я уже все тысячу раз всем показывала на интернете и дальше вот это делают пакетик разбавляется водой и туда все закидывается и все все итак света теперь не будет садить как у тебя есть окра у тебя есть лучок у тебя есть помидорчик чесночок и вот это у меня есть остатки уксуса и какие-то приправы ничего себе какие-то да приправ но дело в том что я взяла не все у меня приправ гораздо больше конечно я никогда не знаю какая прикрабы приправа к чему идет поэтому насыпают души всего разного и получается неплохо с этим светлана одевает передник ты знаешь он такой я бы сказал подарил это кто-то сделал на уроке труда дети какие-то да ты что а то прям палик какой-то хорошо очень интересно детский труд используется так у света там смотрите что творится сковородище такие здоровенные хорошо а там будет здоровенные и так что у нас будет с маслом вот уксус я увидела маски нет ты будешь масло топленое покажи как называется топленое масло ну по-русски называется гхи гхи вообще-то обычное топленое масло гхи и топленое масло сливочное топленое масло чем хорошо что она при нагревании да она не распадается на какие-то другие жиры которые не полезны так то есть его как есть вот так и есть но мы не вредно как бы хороших черт я делала исследование по маслам да и значит вот оливковое масло которое считается очень хорошим таким замечанием одно при нагревании распадается как раз на какие-то фракции но все зависит от степени приготовления как приготовлено это оливковое масло если висит как как она нагревается на ноги как она приготовлена как то есть холодная джима как она сделана как она сделана да и вот я нашла какое-то масло именно тоже оливковое у которого температура распада тоже очень высокая тоже можно жарить кроме того то есть есть масло для салата полу 10 тверд для жарки именно вот из-за того что распадают но вот у нас продается смесь кокосового масла и подсолнечного а ты показывал вот на днях она может быть тоже достаточно высокой ну в общем ребята конфликт получается потому что столько средней и они очень часто противоречит поэтому то есть ты хочешь поджарить немножко лучок для того чтобы потом туда положить вот эту окру поджарить чесночок положу за перец красный красный перец ну чуть-чуть я пожалуйста среди все что ты сделаешь из своих рук хоть я но ты меня никогда еще не травила особо особо бывало бывало нет нет не в интересах бывало друзья я не рассказываю подробно инциденты были из лучших чувств реально столь да да какая география соль гималайская специи вообще не поймешь откуда там со всего мира это магазин до чего только вот сейчас нету у хозяйки на столе это водяная система говорит что она свои 9 минут отработала и вода обогащена кислородом и да можно пить она попасть и раньше можно было но она обогатилась это устройство по обогащению воды которая и так уже хорошая окрасный перец же был при коммунистике тоже нет кроме соли ничего не было поэтому наша кухня она какая-то такая очень простая потому что мы в основном использовали соль только и травки всякие но травки были лавровый рис был а на рынке были всякие травки которые надо было понимать там с кавказа привозили да но но мы как-то не очень в этом понимали послушай был укроп был укропчик петрушка да поэтому важно было иметь все на приусадебном участке у кого был ну практически всех 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 не знают у наших родителей двоих у моих было все кто хотели иметь в какой-то момент у них там ну я насчет всех не знаю это надо было работать в таком месте где выдавали эти участки мои родины где не работали просто купили эту дачу а чё там дача там курятник был вообще я сейчас посмотрела мне тут кто-то прислал линк что творится на 43 улице на сокаркат а сокарки это пригород киева такой это просто оттуда люди на работе и там такие серьезные дома стоят вообще каменные а я помню там пешечка а я искала наш курятник но его нет по песку там было от вашей дачи по песку минуты две входа до днепрак 43 я нашла и так по ней прошлась но ничего знакомого там не увидела ну хорошо давай-ка может быть сюда если бы ты в москве что-то жил в каком-нибудь колхозном доме на рублевке то сейчас бы ты тоже не узнала то есть а сокарки превратились вот чтобы это подобие тоже рублевка днепр прямо самый центр города выходит и 2 столовки на катере чего мы ждем от лука на самом деле на этой сковородке на это масле надо сказать что розовеет она не очень вот именно потому что это масло не подгорает и когда она уже немножко румянится когда она жарится зрители нашему кстати а чё гудится вот вот эта штука будет вытяжка вот видите надо с кнопочками тут вот управляемая вот и вот ну ладно будем не будем ждать пока она подровняется да давай начать упадет запах чесночку давай запах хотим хотим запах зрители наши ждут запах чесночка ну я им расскажу что пахнет друзья для вас я нюхаю это все на сказать что луком не пахло не совсем никак что могут если бы туда влезть лицом туда но я не знаю чесночок уже пахнет да а хорошо хорошо ну мы будем считать что на этой сковородеи с этим маслом она . вот и в дочном верно это все делаешь ну во всяком случае сейчас уже поздно ночное и получше мы даже пробовать не будем то есть мы делаем сейчас 10 вечера до мы вы поздно не едем нет так вот она будет на вот она это твоей окра так это зеленая окра зеленая у меня такое ощущение что лучку то там не меньше окры было очень правильно так и должно быть каша из топора вроде основной состав топор они еще рекомендовали дарить это водички какой водичкой мы польем так но к вопросу о водичке у нас есть вот такой как его назвать и 5 бойлер кипятильник такой там постоянно есть горячая вода в каком-то количестве так 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 это 1 час подсушится немножко в нашем деле я не знаю что должно получиться на самом деле в общем-то довольно интересная история я не знаю например в какой момент вот эта украина готова откуда у тебя представление о том что ты ну как и что то есть ты почитала я прочитала на интернете прям там же в магазине стоя что они делают стир фрай добавляют в воду потом уксус и помидоры но в какой момент скажи раз ты же сказала про стир фрай скажи уже что это значит ну это обжаривание в принципе на в такой специальной сковороде китайской такой вот сковорода это конечно у нас не стирка нас обычная сковородка то есть мы и так своим путем да и немножко тоже успеете нас так вы чего ты вроде уже солью ну да да там я не знаю когда что должно получиться поэтому соль ты не дозируешь так на глаз так вот еще вот уже пошли какие-то вот приправочки опять я не знаю у тебя на исправок много мне вы все-таки выбрала уже что-то я у меня есть любимая более любимая ну комментирую написано это орегано тракт такая хорошо хорошо да ну она не сильный запах но приятный вот это мой любимый добавляет смесь разных специя 21 специя в одном месте да я поехал ой пахнет замечательно добавляет пахнет замечательно можно даже как ведущий с утра дать так себя посыпал я это можно я шучу очень приятно так что дайте подожди но это еще не все это далеко не все это не все что я бы чай с хотел так часто ты что это что это покажи вот она так я думаю как по-русски правильно сказать ну ладно свой там дальше там и вот это горчица похожи как да ты что это очень круто так и и вот чай с чай с такой типа вот видишь они сказали что она выпускает такую слизь вот почему нужно нейтрализовать да они сказали что вы на долгу именно лучком нейтрализовать или помидорами ну будучи книги помидоры в какой-то момент пойдут как данный подход будет уже более-менее готовым иначе она никогда не размягчится помидор обладает таким свойства что все что кислое да как бы не дает продукту готовится поэтому я думаю что добавлять и когда все будет более-менее доходим понял понял так ты будешь джинджер то сейчас ты пишешь вот так как пусть испарять я думал что будет много воды а тут она вылетает просто эта вода ну на уже далее что идет нет ну нельзя сразу иначе же это будет болото и может быть больше бы она поджарилась так вот этот джинджер на какой вот это пахнет вкусно ну хорош хорош не дни не дни не дни не дни да ну к сожалению распадается и он потом не очень хорошо да не туши не очень хорошо просто не чувствую что он пахнет да он дает какой-то крик тоже давай чай с чай с вот а ты наверху как будто стоял вот 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 баночка вот с чая с чая это такой как бы как бы вряд ли это именно чеснок то есть зелень именно чеснока но это он поможет она зелень чеснока но он не помнит чесноком он не пахнет но когда он сырой это просто что-то невероятно до чаясь хорошая хорошая травка. На самом деле можно было бы чего-то еще, если бы знать чего. То есть иногда я в каких-то рецептах что-то встречаю, но у меня память плохая, я совершенно не напоминаю, что люди с чем используют, поэтому вот у меня есть какие-то мои любимые травки. Я чувствую, что воды навешивают. А бывает цвет вот так, делаешь чего-то от чистого сердца, а потом есть невозможно. А это ты завтра попробуешь. Нет, нет, я не про это конкретно, я говорю вообще. Бывает так. Только мы сегодня пробовать не будем. Вот завтра ты скажешь по дороге на работу и скажешь... А ты все-таки скажи именно... Бывает, конечно. Бывает, потому что я очень люблю экспериментировать. На свое время китовое мясо даже... Да, мясо кита шматками такими по несколько килограмм продавалось. Мне просто интересно, вот если что-то необычное, все надоедается. Сейчас я воды еще добавлю. Давай, давай. Так, еще горячие водички. Так. То есть ты сразу горячий. Принципиально, что вода горячая, да? Принципиально, конечно. Она должна перевариваться еще. Представь себе. Что-то крупнее, что-то холодное воду. Нет, но все-таки иногда люди добавляют горячее, иногда холодное. То есть какие-то цели бывают же разные. Цели бывают, но я добавляю горячую всегда. Почему? Потому что... Вот, например, если я варю там... Допустим, кто-то варит мясо на бульон, но я мясо на бульон не варю. Я варю мясо на мясо. А бульон выливаю. А бульон, ну да. Поэтому мне важно, чтобы не мясо выварилось, а из него все выварилось, а чтобы и получился хороший наваристый бульон. У меня хорошо мясо больше. Поэтому я всегда мясо сливаю только исключительно кипятком. Она сливает холодной водой, а некоторые сливают холодной водой. Вот. Ну а уже если ты готовишь, то... Слушай, а действительно вся вода уходит? Причем поментально. Да, наверное, она впитывается, может быть. Причем она моментально уходит. Да, обрати внимание. Да, я только налила, вот уже ничего нет. Да, ничего нет. Ну налей еще, у тебя стакан стоит. Друзья, здесь это не успевает. Какой стакан горячий? Ой, ой, ой. Я подозреваю, Светик, что оно просто впитывается. Оно не испаряется, а оно впитывается в эти зеленые стручки. Ну это наш киос, и мы не знаем точно. Хорошо. Я сегодня, Света, был на дилершипе компании Мерседес. И снимал видео. У меня там участвовали и Лена, и вот Слава, который когда-то у нас учился. Ты знаешь, он ведь еще и тестер, и жена его, они вместе учились. И жена до сих пор продолжает. А он тоже работал в двух или трех компаниях. Вот, ну вот, как-то жизнь его вынесла в автомобиле. Ну от себя не уйдешь. Знаешь, тестер все-таки человек, который сидит перед компьютером целый день. А он, видно, хочет сидеть перед людьми целый день. Это же разные вещи. Ну, в общем, да, надо быть... Ну, с одной стороны, технически, с другой стороны, сейлз. В общем, как-то так. Ну это персоналит. Персоналит. А ты еще не смотрела мои сюжеты? Нет. Ладно. Мне на самом деле очень интересно, что там люди пишут про поводу еды в Санта-Крузе. Уже мне в Телеграме написали очень интересные эти самые... Предложения по названию сюжетов. Да. Но само видео я не читала, что люди пишут. А то, как мы ели. Не как мы ели, а как мы... Готовили. Да нет. Про конкурс. А, про конкурс. Не конкурс. А если гости идут, то чтобы гости не вообще там шли там с вином или там крупными, а чтобы мы пришли и изготовили чего-нибудь диетическое. Диетическое, да. Так вот, нам название нужно было. И очень хороший слоган уже появился. Давай. Сейчас я его посмотрю. Он у меня тут на компьютере. Вы видите, Светлана, в Телеграме люди всякие предложения пишут о том, как надо было бы назвать. Выходные с портновыми от полезной еды к правильной жизни. Это тоже. Дачная диета. Диетологи на даче. У портновых в Санта-Круз едим полезно в этом вкус. У портновых в Санта-Крузе. Или что-то не так, от пузы, там что-то, от пузы до пузы. Так. Так. Вот наше предложение. ППП. Правильное питание с портновыми. Вот это мне нравится, Свет. ППП. Потому что у нас просто правильное питание. Или так, знаешь, патруль правильного питания с портновыми. 4П. ПППП. А там есть еще следующее. Знаешь, так. Правильное питание. Позитивные яства. Здоровая кухня с портновыми. Портновы готовы вкушать позитив. Ой, ё-моё. Сначала выпьют аперитив. Так. Готовы гостей принимать. Знаете, друзья, я сегодня с утра спрашиваю у нас там человек, ну, постарше моих лет. И я говорю, ты помнишь, был такой анекдот, как скрипач приходит к врачу и говорит, знаете, доктор, я вот это самое, когда на скрипке начинаю играть, то у меня в этот момент эрекция. Да. И я говорю, что вот помнишь, был анекдот, как у него эрекция была, когда он играет на скрипке начинал. И он говорит, да, была, была эрекция. Вот это мне напоминает вот этот набор тут. Друзья, мы к этой тематике вернемся еще. Пока мы там об эрекции, тут, значит, уже воздвигнут памятник нерукотворный помидору. Да, уже вот эта вот фигня достаточно размягчилась. Зеленая. Да. Понял. Да, 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 это видно. Вот, и вот мы добавили помидоры, но я думаю, что нужно добавить еще. Как оно пахнет? Знаешь, что, давай-ка я понюхаю. Я понимаю, что я передаю не могу. Жванецкая хруст, свист, 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 свист. Да, тихо, тихо. Я понюхаю и передам. Да. Знаешь, что? Оно пахнет вот как рагу. Так вот обащено. Ну, во всяком случае, в рагу тот же самый жареный лук, на том же самом масле и те же самые специи. И помидорчики, и помидорчики, да. Запах рагу. Друзья, вы хорошо знаете этот запах, тут все, все хорошо. Единственное, что у меня сомнений, не было ли слишком много лука. Нет, нормально лука. Ты просто не любишь лук, но лук очень вкусный. Он сейчас видишь, он превращается, он превращается в карамель. Да ты что? Он превращается в соус. Друзья, карамель мечта диабетика. Так, хорошо. Карамелизированный лук. Ладно, ждем. Ну что, друзья, буквально несколько минуточек прошло. Не хотелось занимать ваше внимание. Я не хочу соус, я хочу именно... Нет, вот именно соус. Соус попробуй? Ну, конечно. Ну, давай, попробуй, что там. Нет, ты попробуй. Нет, я слышала, росток учился. Давай, ехать. Ехать, может быть, эти штуки такие вот такие. Давай, я попробую. Да нет, а где же носки? Лоски так. Нет, нет, ну что ты, ну что ты. Ну хорошо, я считаю, что... То, что называется mild. Такой очень скромненький. Я бы, знаешь, что хотел? Я бы хотел чайную ложечку, вот, попробовать вот этих зелененьких. То есть я понимаю, что надо пробовать весь продукт. Ну вот, может быть, весь продукт. Давай, дай мне чайную ложечку, я себе под грибу что-то. Такое, чтобы подпробовать. Ну, горячая, правда? Ну, я тебя умоляю. Да. Ну, я не понимаю, ты полгоможку сниму. Давайте мы, друзья, вот так. Вот так. Вот так возьмем. Что я тебя буду снимать? Да я сам могу. Биг дел. Смотри, на рубашку не капни. Мадам. Мадам, спокойно, не дуйте на меня. Рагу. Очень милая, симпатичная, легкая. Присутствует элемент немножко остренького. Оно чуть-чуть больше остренькое, чем просто рагу. Чуть-чуть, но это есть. Я не знаю, из-за чего это произошло. Вот, вопрос в том, что я очень мало положила красного перца, а черный перец не дает вот именно такого такого. Так из-за чего оно такое? Я не знаю, может быть, это вот этот продукт такой. Зеленая штучка сама. Ну, друзья, я очень рекомендую. Если вы прочитаете про него, что пишут, я тоже минут пять потратил, чтобы пойти и почитать. Оно так и по-русски тоже называется. Окра. Там прямо ОКРА. Окей, ОКРА. Из него сок вытекает вот такой густой. Вот эта густота, это дает тоже вот эти зеленые штуки окра. Да, это не вода, получается, а это настоящий соус. И он довольно вкусный, остренький. То есть этим соусом он очень хорошо поделит. Пишут про то, что там какие-то совершенно потрясающие, полезные качества. И там очень-очень мало калорий. На 100 грамм этой окры 45 калорий, килокалорий. То есть это такой продукт для тех, кто хочет вес потерять. То есть брюхо набить можно, а калорий нет. Нет, а вот хочешь, я тебе могу показать, чем мы можем добавить калорий сюда. К этому? Да. Друзья, добавить калории легко, насыпав орехов, изюма, чернослива и вообще жиров. Знаете, жиров очень хорошо для калорий. Вот это рисовые такие плюшки. Так. Но они правда из белого риса, а не из коричневого риса. Женечка, я тебе скажу, что через пакет понять, что это невозможно. Ну, это неважно, я тебе больше говорю. Это какие-то японские штучки. Так вот эти японские штучки, значит, они варятся. Это получается как вермишель такая. Это рис? Это из риса, да, это не из пшеницы. Так. Значит, получается такие вот, как бы, ну не вермишель, а такие вот макаронные изделия. Ну, это углеводы. Да. Так чем давайте калории сюда. Так просто макароны можно положить. Ну, мы же хлеб не едим, глютем. А это из риса. А, я понял. Значит, варится эта штука, да, сюда добавляется и получается вот такой... Я тебе скажу еще раз. Можно орехов, можно сыр. Ну, орехов, сыр, но... Сыр, в одну руку сыр, в другую орех. Нет, нет, нет. А вот это добавить, я думаю, что это будет очень вкусно. Хорошо. В общем, друзья, как добавить калории, я думаю, вы сообразите, если будет нужно. А мы с вами на этом прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok